Петр, здравствуйте. Добрый день. Вы советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. Вы человек, который по сути сегодня олицетворяет голос Мариуполя, потому что вот я вам лично это говорила, я сейчас скажу, и публично. Новости все, которые из Мариуполя были, которые из Мариуполя есть сейчас, я узнаю в первую очередь, наверное, от вас все-таки, потому что у вас информация из первых всегда рук, она самая горячая, она самая точная, она самая ужасная часто, но тем не менее, как есть. Вы чувствуете это? Вот что для вас поменялось в плане даже публичности? И как вообще это произошло, что вот вы стали таким, ну, как речником Мариуполя? Ну, наверное, это, в общем-то, случайно, да, в общем-то, на самом деле произошло. Я вообще не люблю публичность, в принципе. Вся периодическая публичность, она всегда вынужденная была. Ну, примерно здесь была такая же ситуация, когда стало понятно с первых дней войны, ну, первые дни мы пережили, стало понятно, что, ну, городе должны знать, должны знать неофициальным языком. Все-таки у мэра города есть определенные ограничения, как бы мы там и не хотели, он персона публичная, персона политическая. Я могу сказать больше. Я могу сказать другим языком, скажем так, да, могу указать адрес русского корабля и, в общем-то, я ничем при этом не рискую, потому что его вот так началось. Усилилось это, наверное, в тот период, когда Вадим Ботченко поехал для его к цели эвакуации, когда в Бердянск они поехали с караваном, вот пять дней они там были, ну, то есть, а Мариуполь должен был не замолкать с одной стороны, с другой стороны. Ну, мы прекрасно понимали, что если замолчит Мариуполь, его начнут искать, ну, версии-то какие будут, да, либо куда-то далеко-далеко уехал, либо таких где-то рядом, где-то рядом начнут искать, найдут. Ничем хорошим это ни для города, ни для страны, ни для него лично не закончится, поэтому надо было продолжать. Ну, вот как-то так оно и пошло. Ну, потом, в общем-то, разделился поток направлений, сил приложений, и так все осталось. Вот, наверное, вот правильно в итоге, вот так получилось. Просто в какой-то момент начинаешь делать то, что ты умеешь делать хорошо, и вот так и получается в итоге. Как вы лично встретили 24 февраля? В постели, если честно. Я не буду там рассказывать страшную историю, проснуться в ужасе, нет. Я слышал взрыв, который когда к нам прилетело по аэропорту. Ну, в общем-то, звук, учитывая, где я живу, на левом берегу, на комбинате «Азовсталь» периодически продувают домины. Звук по характеру очень похож. Ну, и, в принципе, в городе Мариуполе в то время одиночный, скажем, взрыв, где-то там в отдалении, да, ну, ничего там особенного не произошло. Но потом меня уже разбудили звонком, что началась война. Ну, собственно, вот так потом. Потом был сложный день, потом еще сложнее день, потом целый день мы. Часть дня я провел в мэрии, естественно, часть дня провел, разрываясь в нашей известной Халабуде, там собрался весь общественно-политический актив, скажем так, да, потому что, в принципе-то, в мэрию в свое время из оппозиции пришло работать из, как у нас принято говорить, из громадского сектора. То, в принципе, то там, то там, вот как-то так оно и пошло, собственно. Вы вообще думали, могли себе представить, а может ожидали, что Мариуполь так быстро будет окружен, ну, и в итоге вот произойдет, что произошло? Нет, конечно. Ну, я не верю никому, кто может сказать, что он этого ожидал. Это, в общем-то, знаете, за пару недель до начала вот этой фазы войны мы сидели у меня дома с моим макомом, и мы обсуждали вопрос, вот, что будет, вот как можно взять Мариуполь, да? И мы обсуждали, что Мариуполь, ну, как можно взять? Ну, взять в кольцо, ну, взяли в кольцо, взяли в кольцо, есть, есть, что вода будет, будем, значит, отбиваться, что взять Мариуполь, возможно, только если его полностью уничтожить, как там Дрезден, как Роттердам, собственно, ну, и все сходились на том, что там, ну, это же как-то, 21-й год, ну, какой там Дрезден, какая-то бомбардировка ковровая и так далее. Ну, в принципе, я думаю, все так думали. И те, кто оставались в городе в первое время, собственно, одна из, наверное, первопричин того, что люди остались, даже тех, кого мы пытались уговорить выехать, и официально, и неофициально, скажем так, а о том, что все думали, будет как 14-й, ну, постреляют по окраинам, будут входить в горы, значит, будем, как это было впервые в Киеве, да, в кадрах коктейля Молотова, и все такое, будем биться, бороться, ну, вот такого, конечно, это... Теперь мы ожидаем все, теперь, знаете, любой Мариуполец, наверное, скажет, что на вопрос, может ли, например, Путин ударить тактическим ядерным оружием, любой Мариуполец скажет, безусловно, да, то есть мы теперь готовы ко всему, ну, к любому развитию событий, вообще иллюзий не осталось никаких. Да, и любой украинец то же самое, я думаю, это скажет уже сегодня. Сколько дней город держал облогу? 8, ну, если считаться за сталью, 86, если мне не изменяет память. Долго. Ну, собственно, если быть реалистами, город держал оборону гораздо дольше, чем в этих условиях было возможно, потому что долго держали на подступах, не давая входить в город. Если бы не самолеты, вот если бы не самолеты, я думаю, честно, город бы держался до сих пор. То есть город бы, наверно, достоял, не было бы такой плотной блокировки. Если бы не авиабомбардировки, да? Да. Самолеты просто кардинально изменили все. Вот появление самолетов, когда они раз, второе, потому что они практически безнаказанно летают, вот тогда кольцо начало быстро сжиматься очень, на самом деле. Тяжело. Ну, почему так быстро удалось им дойти из Крыма до Мариуполя? Вот что это было? Сейчас об этом много говорят, и даже СБУ говорит о том, что уже ведутся какие-то процессы. То есть, что это, как это? Ой, давайте это оставим СБУ, военным, тому, кто, знаете, с условием работы на информационном фронте войны, я понимаю, что, конечно, хочется порассуждать, но лучше этого не делать, да, потому что, тут возможны варианты, я, конечно, думаю, что вот глобально, если брать глобально, я возвращаюсь к городу, да, мы можем отталкиваться от города, почему, почему так, уровень предательства, уровень шпионской сети, которая сидела в Мариуполе и обеспечила гораздо быстрое его приведение в то состояние, тяжелое, да, он просто, просто ужасно, у нас, наверное, самый показательный случай, не буду поднявывать, не помню, какой второй, третий день, когда мы выкупили фактически по договоренности, когда уже было понятно, что город замкнулся и что нужно готовиться к реальной блокаде, и мы выкупили, договорились тогда с метро, договорились с местными предпринимателями о том, что мы забираем остатки продуктов, завозим их на коммунальный склад в условно безопасное место, чтобы никогда прилетели так не было и достаточно далеко, собственно, от точки для обстрелов, скажем так, и буквально закрывается склад и туда прилетает, то есть даже это относительно узкий круг, да, он достаточно сжатый был, кто знал, куда завозили, и вот это уничтожение складов просто финально, инфраструктура то же самое, не точно знали, куда били, то есть это не хаотично там накрывали город, перекрытие работают, водоснабжение, перекрытие электроснабжение, абсолютно точечные удары, плюс потом происходила ситуация, когда нам говорят, ну вот у нас склад, да, вот там звонят знакомые, партнеры какие-то, говорят, у нас склад вот в таком-то месте, забирайте, вскрывайте, забирайте оттуда все, вода, еда, только заберите людям, первая поездка к складу, на вторую там начинается точечный обстрел, чтобы мы не могли подойти, собственно, первая раздача гуманитарки, потом русскими в Мариуполе, это результат скрытия вот всех складов, которым они нас не подпустили, поэтому, я думаю, что с Крымом, и почему так прошли, ну, конечно, первую причину стоит искать, вот, в предательстве, скажем прямо, потому что он действительно уровень огромный. Как они спят после этого, вообще, как они ходят по земле, я не знаю, честно. Вот видите, хорошо, у нас же, было, знаете, есть одна интересная история, связанная с Мариуполем, вот эта мразь, которая в 15-м году, наводчик, который навел на восточный обстрел, его же осудили, и он вышел, ну, себя прекрасно чувствовал, он даже прожил на свободе, там, больше, чем полгода, собственно, в Мариуполе, никуда не уехал, а в итоге погиб от русских ракет, такая карма, знаете, настелила, но я скажу, что он жил, чувствовался спокойно, в суде спокойно, ну, подумаешь, тогда одним звонком 32 человека убил, да, ну, нормально. Я уверен, что вот эти все твари, которые работают на русских, ну, со сном, у них, поверьте, гораздо лучше, чем у нас. Самые трагические, поворотные точки и события за все это время, за время блокады Мариуполя, вот давайте сейчас для зрителей перечислим еще раз, помним, хотя это, конечно, тяжело. Безусловно, наверное, безусловно, первые два обстрела Левобережного района, которые фактически отрезали Левобережный район, по сути, от центральных районов, усложнена была там логистика, потом, безусловно, безусловно, бомбардировка роддома второго на Левобережный район, сначала, потом девочки смерть, которая, если помните, от обезвоживания погибла, следом за этим на следующий день просто один за одним шла маргировка логового будинка родильного дома и детского отделения, и потом, безусловно, драмтеатр, но потом уже застали, потом уже понеслось так, что там не пересчитать, но потом лома застать, битва за застали, я имею в виду, все это шар за шаром, шар за шаром, ломало эту ситуацию, условно, светлые дни, наверное, это 13 марта, когда началась первая эвакуация, когда начали, наконец-то, русские выпуски из города, вот, ну, собственно, светлые дни на этом закончились, драмы, ну, скажем так. Как люди себя проявили вот за эти дни? Вот что вы увидели? Какие были истории? Я сейчас говорю о простых горожанах. Разные. Все стало повзнуть с ног на голову, на самом деле. Все люди стали настоящими, наверное, да. То есть, ну, не знаю, того, от кого не ожидал чего-то, ну, не скажу героического, да, но такого поведения героического, на самом деле. А люди вот такой вот, поступки, именно поступки с большой слугой на эти буквы, а того, например, которые ожидал и которые были там всегда впереди в мирную жизнь на броневиках и броневиках, баррикадах, раз и нет, и все, и ушли куда-то. По-разному проявило себя. В принципе, сказать, что прям вот совсем что-то неожиданно, ну, конечно, наши ребята из Халамуды, волонтеры, наши коммунальщики, это все отдельная история. Это вот люди просто под обстрелами, которые разверзили еду, воду, кто ездил, раненых по подвалам лечил, коммунальщики, которые под обстрелом восстанавливали, например, восстанавливают связь каждый день, да, это же заливать дистопливом, наверное, было, вышки сокращались, это отдельный подвиг, электричество, вода, развоз, славные, но, это просто, ну, просто ты этого не ожидаешь, ни в какой жизни, да, мы ожидаемо от военных, всегда, проявление героизма, стойкости, а вот тут мы увидели в Мариуполе, это мы, конечно, увидели много обратного, увидели много предательства, много трускости, к сожалению, увидели, что люди, как переобуваются, что сколько предателей тех, кто все 8 лет носили в вышиванке, настолько показательно разваривали украинскую голову и с хлебом в соль встречали, что люди, которые использовали детей под всякие проекты социальные, скажем, да, для того, чтобы втереться в общественную тусовку, стать ближе к полиции, они оказались резидентами русской аргентуры, вот, ну, вот этот цинизм, с одной стороны, знаете, наверное, плохого мало, да, плохое-то русские, все, что связано с русскими, остальное, это, ну, человеческие качества, здесь сложно судить, ну, кого-то и неправильно судить, на самом деле, а вот проявление, стойкости, проявление героизма, проявление помощи, например, эвакуация из Мариуполя, в том варианте, хотя бы, в котором она была, это же отдельная история, люди шли пешком, мариупольцы подбирали один другого, люди оставляли машины, сообщали, где их можно забрать, у кого ключи, чтобы лишь бы люди выехали, вот, вот эта взаимопомощь, ее было много, были, конечно, и обратные варианты, но они не сопостреливо меньше, вот это вот, вот это единство, ну, наверное, это самое мощное, вот, что можно сказать, про Мариуполь, и, скажу честно, вот, самое, наверное, неожиданное, потому что, это мы говорим, примерно сразу, одним маком, 150 тысяч человек, в короткий период, вот, с таким поведением, это гораздо больше, чем можно было ожидать. Вот мы говорим, героизм Мариуполя, большой героизм, но он ведь состоит, из конкретных, маленьких историй, из конкретных героев, у которых есть имя, фамилия, жизнь, своя биография, вот, я хочу, чтобы вы сейчас вспомнили две, три истории, вот, когда вы столкнулись с тем, ну, и были, не знаю, приятно удивлены, нет, не знаю, но это вас тронуло, потому что, я хочу, чтобы это услышали люди, вот, что это было, например, вот, вот, спасали детей, спасали женщин, спасали, не знаю, кого угодно, но ведь, давайте опишем тоже ситуацию, ведь тогда, что, в какой ситуации город оказался, холодно, зима, нет воды, нет тепла, нет света, нет еды, если люди в подвале, то они в этом подвале, вместе с грудничками, с больными стариками, без света, без всего вышеперечисленного, они ходят, потому что они не могут выйти, ну, буквально под себя, там же, да, туалет находится, здесь люди умирают, я просто знаю, потому что, ну, мы же все были на связи со всеми, там же везде есть знакомые, друзья, знакомые, знакомых, и все это вот в таком было, да, и здесь уже лежат трупы, а здесь мама, ребеночка кормит, еще у нее молоко, если не пропало, тут же, и невозможно даже эти трупы убрать, вот в этой ситуации Мариуполь жил огромное количество времени, вот расскажите конкретные истории, которые вас тронули, вы их помните? Ну, это же чужие все истории, ну, конечно, истории, знаете, наверное, вот были истории, ребята вывезли семью, вот он вывезли пешком, вернулся в Мариуполь, в обход, в Мариуполь был уже, собственно, заблокирован, он вернулся, и присоединился к Халабуде, к нашей, то есть, ну, что такое Халабуда, люди вокруг Халабуда, это много людей на самом деле, да, волонтеры, идут обстрелы, они с утра покормили свою семью, напоили, насколько это возможно, выехали на машину и поехали, и поехали развозить продукты, какие есть людям, поехали доставать, помогать людям, какие есть, они первые были в роддоме, если посмотреть, то видеофотографии из бомбардировки роддома, там можно увидеть, что там простых гражданских людей, да, гораздо больше, чем участников, например, ну, военные, само собой, вот, вот эти люди, не знаю, знаете, тут про всех, вот, наши работники муниципалитета, те, кто занимался обеспечением нашей территориальной обороны, взаимодействием с военными и гражданскими, тоже, под обстрелами, и вот, когда там склад мы открывали, накрывали, вот он был тем, кто закрыл этот склад, вот человек погибло, охранников, он выжил, не остановило, собственно, не останавливаясь, помощи людям, помощи военным, помощи гражданским, помощь коммунальщикам, вот, покрову, ну, таких историй, ну, просто, ну, их одной-две мало, это вот одна большая история обыкновенных маленьких людей, на самом деле, потому что, знаете, как говорят, ну, человек, с кем мы работаем сейчас тоже, один из этой истории, я говорю, ты вот сидишь в подвале, или не сидишь в подвале, в принципе, вероятность того, что тебе прилетит, засыпет, ты умрешь, ну, словно одинаково, вот мы решили, ну, лучше муж тогда, на свежем воздухе, да, и поможем кому-то, вот с такой мотивацией, трое детей у них, муж, жена, вот они вдвоем, старший сын с ними, и вперед, и по улицам, на юбре, младший сын сидит с самым младшим сыном, которому, до 3 лет, с утра до вечера, а в итоге, про истории, в день эвакуации, он нарубил дров, принес воды соседке, за которую тоже присматривал, а она потом звонила, его проклинала, что ж ты мне его забрал, будь ты проклят, вот такие вот истории, а это при том, что, ну, может, все представить, да, в машине, в легковой, он возил 6 человек, ну, свою семью из Петерых, и еще близкого человека, и загруженные вещи, ну, куда там еще эту соседку, не знаю, бампер привязать надо было, а вот пока шла блокада, фактически, с третьего по 14 число, пока он не выезжал, ну, вот он за ней смотрел, он эти голубые, он рубил дрова, ну, ему такая благодарность, тоже история, к сожалению. Сколько было жителей в Мариуполе до 24 февраля? Тут, давайте, 24 февраля в городе Мариуполя было 450 тысяч человек, в принципе, население Мариуполя 530 тысяч человек, но с учетом, многие же готовились к войне, да, выезжали, мы же помним, все эти катания качели, вот, на день начала войны 450 тысяч, на день полной блокады 350 тысяч, понятно, что плюс-минус, да, это что мы все говорим, с поправками, потому что в таких абсолютных цифрах, это только русские, там, до копейки, что называется, называют, да, то, о чем говорит, что это точно неправда, на момент полной блокировки, это 3-4 марта, где оставалось 350 тысяч человек. Сколько убили русские за это время, по вашим подсчетам, украинцы? Ну, давайте так, это вот вопрос, на сегодняшний день 22 тысячи, 20-22 тысячи мариупольцев, только похороненных уже в братских манилах вокруг Мариуполя за период военных действий. И сказать, сколько в реальности, уже мы даже не беремся. То есть, все наши подсчеты давно, ну, не то, чтобы закончились, да, но сказать это вслух, наверное, уже никто не скажет. Я думаю, что только предокупация мы посчитаем, но так осторожно скажу, что Мариуполь точно превысил количество жертв Хиросимы и Нагасаки. То есть, один Мариуполь безъядерный бомб шагнул далеко вперед. Сколько там было? Хиросимы и Нагасаки, но вместе с первым годом было, ну, 50 тысяч с копейками. Я думаю, что в Мариуполе больше в Атоле. Потому что, ну, много об этом говорит, посчитать невозможно, пугать не буду. Поэтому Мариуполь, мы знаем, мы посчитали, мы видим 22 тысячи точно похороненных, но даже сейчас мы получаем данные дополнительные, которые заставляют нас сомневаться в своих цифрах, ну, в сторону увеличения. В сторону увеличения, потому что, ну, раньше мы считали осторожно, что, если помните, кадры из братских могил, особенно Старый Крым, там таблички с номерами. Но мы считали, что таблички с номерами из того массива, что к нам поступало, это, ну, идентификационный номер захоронения человека. Одна табличка, один человек, скажем так. То есть, сейчас мы уже точно знаем, что это не идентификационный номер захоронения, это идентификационный номер протокола осмотра, так называемая, прокуратура ДНС. То есть, там в протоколе может быть один, а может быть и десять человек. То есть, это говорит о том, что даже там больше, чем мы, в общем-то, ожидаем. Наверняка. Поэтому, ну, в реальности никто не скажет. И все же, есть разные данные. Мы смотрим на Вильнюк, мы смотрим на банальные, там, арифметические подсчеты из размера братских могил. Мы учитываем динамику, которая была первые дни, сколько людей погибало в городе. Мы вышли на вот эту цифру 22 тысячи, я думаю, на долгие оккупации останется неизменной официально. Правильно, что русские завезли туда перевозные крематории и просто заметают следы, а это тоже, собственно говоря, мы не сможем посчитать после этого. Знаете, с крематорием интересная история. Они завозили. Было в городе три крематория, их запустили и увезли. Ситуация в том, что мы, собственно, сами сначала начали со специалистами консультироваться, что это могло быть. Две проблемы столкнулись. Во-первых, в принципе, огромное количество трупов не предназначено на такую переработку. А во-вторых, нет электроэнергии и газа, то есть невозможно полноценно запустить работу в том режиме, в котором надо, возвращаясь к первому пункту. слишком много погибших. Поэтому просто вывезли и начали рыть братские могилы как просто быстрый вариант. Поэтому они там были в дня третьего. Было несколько заявлений по поводу возможной катастрофы эпидемиологической. Потому что когда улицы усеяны трупами, и когда начинается оттепель, и дальше это процесс неконтролируемый, вся эта история попадает в воды, в источники. Скажите, что там сейчас вообще? Знаете, я не сомневаюсь, что эпидемия есть. Из того, что мы мониторим, из того, что я вижу, из того, что я читаю с той стороны, она есть. Что это холера, дизентрия, в этом случае уже не особо важно. она ходит. За прошлую неделю они наконец-то начали отчитываться, было 17 случаев, за эту неделю 14 случаев, как они говорят, острой кишечной инфекции. Что это на самом деле не знает никто, я думаю, уверены, они не знают. В общем-то, но этого не может не быть. Знаете, этого просто не может не быть, что нет холеры. А с учетом связи, с учетом того, что там же старики в основном остались, 70% населения Мариуполя. В Мариуполе на следующий день снимут старики. В общем-то, у всех иммунитет подорваны. Вода, и же та вода, которая там есть, она сама по себе убьется. Поэтому точно есть, какая, насколько это страшно. Ну, опять же, русские закрываются. Мало то, что они не считают, так они даже если считают, они стараются промолчать, скажем так. поэтому мы какие-то урывочными данными выдергиваем оттуда информацию непростыней. И она, когда появляется, у них там истерика начинается. Это вот как было, мы посчитали уровень смертности и получили данные по прошлой неделе из нашей больницы БСМ, про это скорая помощь больницы, что 36 человек умерло за неделю. Там истерика, конечно, у оккупантов, но это ужас. Это самая маленькая больница в принципе и вторая больница работающая в Мариуполе как больница. А уровень, ну, здесь легко сравнивать. Когда в Мариуполе жило полмиллиона и начался COVID, вот это страшная первая волна COVID, когда смерть нас была большая. За неделю в Мариуполе умирало 20-23 человека, это считалось катастрофой. В полумиллион обороны во всех больницах. А это в одной маленькой больнице за неделю 36 на 130 тысяч населения. Ну, о чем это? Вы считаете, что сейчас где-то 130 тысяч там осталось в Мариуполе? Может быть, да. Уверены в этом, в общем-то, в этой цифре. Пытаются сказать, что нет. Последняя цифра, допустим, оккупационная озвученная была 150, потому что они там уже заврались до 250, но последние упустились до 150, тоже понятно для нас причине. Ну, мы думаем, что 130, там, конечно, внутри города иллюзия такая создается, что там полмиллиона вернулась назад. Ну, по-понятному, опять же, логично. Людей не так много. Город же не живет полноценным городом. Город живет теперь точками, рынком. Как сейчас жизнь в городе выглядит? Вы примерно понимаете? Да, примерно понимаю. Вот что это? Как сейчас люди там живут? в поисках еды, воды, работы, приготовлении пищи и надежды. Вот, если сказать кратко. Как чувствуют себя там люди сейчас, это отдельная история, они чувствуют себя в значительной мере хорошо. То есть, они этого не замечают. это удивительно. Не поняла сейчас, я вас сейчас вообще не поняла. Объясните. Объясняю. Смотрите, для нас с вами понятно, что жизнь мариупольца по состоянию, скажем, не знаю, давайте, Любуда, на 1 августа надо сравнивать с жизнью мариупольца хотя бы на 22 февраля. Правильно? И сравнивать, что он потерял и в каком он нынче состоянии по сравнению с 22 февраля. И тогда ты понимаешь, какой-то ужас, ужас. А мариупольцы внутри не сравнивают так. Они сравнивают, например, 1 августа с условным 16 марта, когда он в подвале без воды еды холодно, бомбардировка на улицу не выдержит. Вот по сравнению с этим жизнь изменилась к лучшему и хорошо. Опять же, давайте не забывать зеленый, ну, лето, лето есть лето. Зеленый город, море, там где-то есть оно. В общем-то, да, ну, как бы, то есть еще раз, электричество есть или нет там? Ну, давайте по коммуникациям воды, водопроводе, с главного начнем, обеспечено где-то 50% населения, ну, в каком-то виде, да, они имеют всех оставшихся в городе. Не весь город, а вот по местам проживания. Электричество примерно такая же история. 50% имеют доступ к электричеству, причем из них там процентов 20 даже к скоростному интернету. С едой история интересная, потому что с гуманитаркой все равно в очереди сумасшедшие, но можно купить, но нигде нет. Работа, работа на завалах, там всякая странная работа, платят вроде много, как только начинают платить, много поднимаются цены там на улицах, на этих рынках, то есть потребительская корзинка на самом деле соответствует примерно там, ну не знаю, 5000 гривен в Украине максимум, потому что цены на сегодняшний день там вдвое-втрое от украинских, то есть ну не в состоянии люди прожить на ту зарплату, поэтому за гуманитаркой очень. Вдвое-втрое от украинских куда? В какую сторону? Вверх. Вверх. Ну дороже. Все хорошо. Причем это дороже на рынке, а если идти в супермаркеты, которые там два или три открылось оккупантских, там еще дороже. А мужчин, которые там остались, они пытаются сейчас на мясо, так же как из ДНР-ЛНР условных, в кавычках, забрать на войну? Безусловно, постоянно. Ну тут мягкими, скрытыми методами, тут есть несколько причин, почему, да, и ну скоро начнут забирать уже с улицы, у нас нет самими, поэтому вот-вот-вот. Почему мягкими? Потому что фильтрация, не всем доверяю, да, не все прошли еще фильтрацию, а раз не прошел фильтрацию, неизвестно, опасно-то и не опасно, какая-то мобилизация. С другой стороны, вот эти громкие обещания, каникул на полгода, как они говорят, освобожденных территорий, мы мобилизовать людей не будем. Но на самом деле ситуация такая, там на прошлой неделе был Пуширин, всю неделю в Мариуполе, там очень недовольны нашим самоназванным Ивашенком, этим мэром, и такая задача, это условия выживания Ивашенка, в том числе, физические, это обеспечить мобилизацию, поэтому сейчас из кожи он будет лезть на все уловки, чтобы затянуть людей в армию. Кто такой Ивашенко, кем он был? Ивашенко, да никто, он был Ивашенко, давайте, откуда вообще он вылез, я думаю, это важно. Ивашенко был директором по развлечениям, был такой микроолигарх Савчук, который владел по сути Азовмашем Мариупольским, который добросовестно разворовал и перевел на свой личный Азов-Убщемаш, и Ивашенко просто был обслуг, кто обеспечивал его досуг. Потом Савчук заболел, раком умер, и у Азов-Маша экономический коллапс, и на этой волне Ивашенко становится директором Азов-Убщемаша, знаете, такой капитан без корабля, потому что они долги, начинает разворовывать все, что можно там разворовать на металлолом, собственно, это уже вот в эти восемь лет. Потом ОПЗЖ, входит фракцию ОПЗЖ, собственно, один из лидеров, ну и вот, и вот, собственно, самоназванный именант, почему он, потому что есть такая персона Саблин, депутат Держдумы, Вздумы России, это куратор по Мариуполю, он сам мариуполец, выходец из-за Завмаша, и он автор русской весны, куратор русской весны, читанок стал в Мариуполе, собственно, поэтому Завмаш, общая точка, отсюда Ивашенко. Ну и криминальный авторитет Петр Иванов, второй куратор от русского, в том числе, криминала, тоже друг Ивашенко, поэтому такую говорящую голову, ну на самом деле человек, никто, ничто, мы же массовик затей, знаете, для власти имущих, любитель алкогольных напитков, не знаю, где там его, как его держат в окружении сейчас от этого дела, но такой вот себе, никто. Какая зима ждет Мариуполь? Люто. Мариуполь ждет люто, зима, отопления не будет, это точно, как пережить зиму, но честно говоря, не знаю, из города надо выезжать, однозначно. Я думаю, из города будут вывозить, скорее всего, в сторону России, может быть, Донецк, будут расселять, отстройки там никакой нет, потому что там же сколько зданий, ну, наверное, зданий процентов 70 вообще разрушено русскими. Ну, 90% жилого фона с повреждениями, из них 60 мы отсюда видим невосстанавливаемого, то есть остальные 40 это условно надо смотреть, да, их состояние такого, то есть нужно посмотреть, что с конструкцией дома, провести экспертизу, насколько, в принципе, его можно эксплуатировать, но если так, положа руку на сердце назвать вещи своими именами, сносить надо все, по крайней мере, многоэтажки надо сносить все, все. Вот, такая история, нет, что-то строят, строят сейчас дома на тысячу квартир, строят где-то еще непонятные курятники, но мы думаем, что будет не жилой, а скорее казаны какие-то, вот, но опять же, да, они анонсируют, что они хотят успеть закончить два дома на тысячу квартир, на две с половиной тысячи людей, это где-то три-пять процентов от потребностей всех находящихся сейчас в городе мариупольцев, которые там без жилья, без тепла потенциально, то есть, ну, что-то строят, знаете, вот, на самом деле, туда посмотришь, мариупольцы, кто-то что-то делает, вот, к чему конечная точка этого всего, где в этом логика, где в этом там какая-то стратегия, просто вот создать вот этот муравейник, муравейник создают эффективно, результат как вот этого будет, ну, посмотрим. Петр, я хочу поговорить с вами о наших самых известных, самых храбрых воинах, о ребятах, о защитниках Мариуполя, в первую очередь об Азовцах, вообще об Азовстале, потому что, ну, я уверена, что это вообще ляжет в основу этой истории, эти наши ребята в основу лягут какого-то фильма, каких-то фильмов, которые будут бестселлерами во всем мире, и все будут равняться на их храбрость, на их мужество, потому что, по-моему, это новое слово из всего, что было. Я не знаю примеров, даже в самых каких-то фантастических фильмах, ни до, ни после, вот такого бы, чтобы вынесли ребята, вот как они вынесли на себе. Скажите, пожалуйста, вот как вы это видели, как это вообще было, вот что они пережили? Сложно сказать, но я не знаю, если честно, я, конечно, это безусловно, это не с одной стороны, безусловно, весь гарнизон Мариуполя, ну, просто чтобы никого не обижать, мы сейчас так говорим, гарнизон Мариуполя, потому что это Азов, это морпехи, это пограничники, морская охрана, это наше ТРО, это я скажу больше, там есть люди, которые просто присоединились к обороне, вот они пришли и записались в ТРО, фактически даже не числятся, и там сложная ситуация, они шли комбатанты, по сути, считаются русскими, да, вот, в общем, вся эта и наша большая героическая история гарнизона Мариуполя, не знаю, ну, действительно, нет, это самое боеспособное подразделение в мире на сегодняшний день, это, я согласен, русский, в свое время Советский Союз выдумывал подобные эпосы, для того, чтобы поддерживать боевую дни, да, несопоставимо с реальностью Азовсталин, тяжело им было, вот, действительно, было тяжело, не просто, но, тем не менее, я, честно говоря, ну, такого духа не видел, и я надеюсь, что все наши воины такого же духа, от духа воинов, это действительно эвакуация была, но там кто не сдался, они не сдались по сегодняшнему, и для нас, знаете, оно же для всех мариупольцев еще, ну, это же личное, это же все напичкано личными историями, мы каждый знаем этих людей, у нас там близкие, у нас там знакомые, у нас там товарищи, это больше, чем просто оборона Мариуполя, поэтому, конечно, мы переживали это через себя, вот, ну, героическое, я думаю, что действительно, когда можно будет все рассказывать, да, про вертолет, уже все знают, этот героизм, то, что вытворяли Азов с морской пехотой, эти истории, это, ну, знаете, мало кто, не мариупольский понимает вообще, что происходило с Азовсталью, да, до последнего дня, до эвакуации, там, за два, за три дня, вот, есть Азовсталь, и к нему примыкает самое ближнее, там пришли бои, левобережный район, который был, считался русскими, оккупирован, там, скажем, Азовсталь, это у нас, считай, май месяц, да, он там, в апреле уже был практически полностью контролирован, половина района этого жилого, день через день на русские закрывали, потому что ребята из Азовсталь выходили, насыпали русским и заходили назад, и насыпали настолько жестко, ну, и ничего не могли русские с этим сделать, это просто, это просто, это фантастика, на самом деле, ведь, опять же, история большого предательства, да, все бы продолжалось, все застали оборону, было бы проще, если бы не одна мразь-то, которая сдала вход, через которую выходили, через которую, в том числе, там шло определенное обеспечение водой, насколько я понимаю, через дорогу, если бы не это, держались бы еще дольше, если бы не гражданские, но ведь, на самом деле, история с гражданскими, она же, в общем-то, когда русские об этом узнали, начали разыгрывать ее в свою сторону, в общем-то, и такое себе непонятно, что получилось, которое были, вы застали, ну, а так, молодцы, конечно, ну, я не знаю, знаете, как я, не зря это, я задумываю, вы читали это не раз, мы, я искренне думаю, и я уверен, что вся страна должна, война динамична, герои меняются, у нас точки приложения меняются, да, герои, технические меняются, то с Байтракарами, то с Байрактарами, то с Химарсами, но если бы не было гарнизона Мариуполя, если бы не эти 86 героических дней, я уверен, не устал бы Киев, не устал бы Харьков, не вернули бы Чернигов с суммами, в Мариуполь своих гражданских, и в первую очередь наше военное, вытянули вот это время на себе, вот такой ценой, то есть Мариуполь заплатил такую цену за всю страну, это просто, я искренне считаю, когда мы говорим о наших военных, о наших защитниках, что да, мы должны об этом помнить постоянно, у нас все военные герои, но вот наши большие... Сто процентов, сто процентов, сто процентов. Поэтому, конечно, сейчас, ну, мы переживаем, мы делаем то, что можем сделать, мы надеемся, у Угура все получится, по возвращению сейчас. Я вот хочу у вас спросить, ваше мнение, мы их вытащим, Украина вернет, азовцев и других наших ребят военных из Азовстали, получится это сделать живыми их оттуда достать невредимыми? Какие вообще шансы? Ну, хочется верить, да, ну, мы верим, мы не можем не верить. После военовки сложно в это верить, но без веры вообще жизни нет. Рубавария, потому что, ну, я искренне надеюсь, ну, правильно сказать так, я верю в том, что мы их вернем, на самом деле, да, я верю, что мы и Мариуполь вернем, а раз мы вернем Мариуполь, значит, мы вернем своих военнопленных. Возможно, это будет долго. Единственное, что нас всех успокаивало, что ребята в плену, что они побоятся и не устраивать им пытки, потому что там Краснокрест и ООН, да, большое внимание козовцам, и защитникам, а тут Еленовка. Ну, если честно, тут очень сложно дальше после этого вообще что-то комментировать, потому что, опять же, да, Еленовка, ну, личный вопрос для каждого. Много людей, которых мы знали, опять же, да, которых не мы. Я знал лично, вот, вот эти, знаете, наверное, первое тяжелое время лично была такая вот точка, это моргировка драмтеатра, просто я родился, вырос там рядом, это вот, жене предложение рядом, там, делал 27 лет назад, поэтому все с этим было связано, и тут такая бомба, это, знаете, как внутри тебя что-то взорвали, да, ты держишься, держишься, а тут такой взрыв. Вот, наверное, вторая сейчас такая ситуация с Еленовкой, потому что там наш, то, наш хлопчик, он, он просто золото был, и вот опять, и аж руки отпускаются, а хочется, знаете, ну, думаю, знаете, это хочется всем мужчинам, мне кажется, в Украине, все бросить то, чем ты занимаешься, и идти заниматься только одним туда, без оглядки, поэтому сложно, очень сложно, но верим, ну, мы должны быть, а что они на день независимости хотят сделать? Посмотрим, судилище возможно, это будет вполне выгодить, скажем прямо, то есть, мы же видим, они, это же уровень цинизма, да, он там, я бы на их месте сделал бы не просто судилище, еще сделал бы я пусть выставу в драмтеатре, знаете, о том, как Азов взрывал драмтеатр, вот какой-нибудь ивент, вот, вот это то, что было бы в их стиле, поэтому вполне возможно к суду готовиться, к этому псевдосуду, трибуналу готовится, готовится, когда он будет, я думаю, что даже они не знают на сегодняшний день, я думаю, что дата будет оглашена вот в самый притык, потому что, я даже не удивлюсь, если он будет не там, где они сейчас там показывают, потому что они прекрасно понимают, что в городе есть какое-то сопротивление, они прекрасно понимают, что азовцы не простят, и что вполне возможно что-то придумают, что Украина не простит, ну, в общем, тут миллион вариантов, что может быть, да, особенно с дальнобойным оружием, поэтому, я думаю, вот подробности мы узнаем там буквально завтра, ну, я имею в виду, вот если они решат сегодня, что завтра трибунал, вот мы увидим его завтра, вот как-то так, скорее всего, это будет, ну, опять же, это гипотеза, скоро мы увидим. Петр, мы вернем Мариуполь? Безусловно, вообще, у меня вот по этому поводу, знаете, ну, нет сомнений, ни в возврате Мариуполя, ни в возврате Крыма, ни в возврате, на самом деле, есть, ну, в моем понимании, да, на сейчас, возможно, через полгода ситуация изменится, но на сейчас, мне кажется, есть два варианта развития событий, собственно, либо мы ужимаемся к Карпатам, и, ну, не знаю, становимся оккупированной страной, глобально, либо мы все возвращаем. Вот между вот этими пока двумя вариантами, я не вижу той точки, на которой готовы говорить мы, или на которой готовы говорить русские. Если говорить о нас, я охотно верю, что, возможно, какие-то политики захотят нас, ну, перевести в состояние замороженного конфликта, но учитывая задействование количества людей, жертв, и, ну, я не понимаю, как сейчас, да, ну, вот условно моделируя ситуацию, я сейчас должен выйти мариупольцем и сказать, знаете, друзья, вообще, город будет не наш, надо о нем подзабыть, азовцам, женам азовцам, да, вот у них офис, женки застали, он в нашем центре, вместе с нашим центром, я Мариуполь в Киеве, собственно, ну, то есть прийти им, сказать, что у девчонки, сори, Мариуполь наш не будет, хлопцев не возвращаем, ну, промачьте. Конечно. кто-то придет, ну, скажет мне, а, мы же понимаем, что с каждым днем мобилизация, ротации, там, военная ситуация, а это становится личными историями, для каждого украинца, все больше и большее количество украинцев, это становится личная история, это уже не там, где-то там, 8 лет в Донецке, что-то происходит, а это вот мой друг, брат, сватком, да, вот он сейчас на фронте, и, не дай бог, там, погиб, ранен и так далее, а тут, например, полмиллиона людей потеряло дом, просто потеряло жизнь, да, мы уже понимаем, что это не просто дом, а это вот просто раз, и ты должен начать жизнь вообще совершенно по-другому, вообще без шанса, если бы там Донецк, в Донецке целое было, и донечане, которые выехали, но кто-то же сориентировался, появились дырки, продавали хоть как-то квартиры, которые там есть, да, тут людям продавать нам, ну, уже нечего, извините, то есть жизнь с нами, и сейчас сказать, нет, город не будет наш, будет, ну, я не зомневаюсь в том, что будет, ну, вообще без вариантов, просто без вариантов. Петр, вот вы очень правильно, на мой взгляд, сказали, что Мариуполь, это вообще символ украинского сопротивления, символ украинского мужества, храбрости, свободы, и символ нашей незламности в этой войне, Мариуполь, Азовсталь, и сто процентов, вот без Мариуполя, история бы войны сейчас пошла по-другому, и я вот в таком же контексте, я вспоминаю, как 16 февраля, на которое, помните, первая дата вторжения была, да, назначена, как 16 февраля вдруг в город прилетел Ренат Ахметов, который показал тогда, и это было вот тоже так, да, воспринято, что Мариуполь, это Украина, что Мариуполь не сдается, Мариуполь не боится, и Мариуполь готов, Мариуполь это вот такой цветущий город, успешный, экономически успешный, который вообще задает темп, и задает пример, дает всей Украине. Скажите, тогда это важно было для горожан? Да, было, ну, безусловно, важно, понятно, что на уровне паники, там, все, что в городе шаталось, все ждали, собственно, этот приезд сильно всем показал, что все хорошо, в общем-то, там, ну, по-разному можно относиться к Ахметову, по-разному, там, писали про приезды, понятно, да, власть, оппозиция, вся эта ситуация ясна, вот, но на самом деле, с точки зрения показательности, да, это было, ну, вообще было проявление оппозиции, во-первых, однозначности позиции самого Ахметова, с точки зрения, да, за какую он страну, вот, чтобы никто не сомневался, там, можно много разное говорить, да, но чтобы сомнений не было, показания, вот, боимся, не боимся войны, готовности к войне, собственно, и город успокоился, в общем-то, там, история же не знает составляет ли на плане, но в принципе, сейчас бы, я даже не знаю, хорошо это или плохо, то есть, если бы он не приехал, как бы мы готовились к войне, в целом город, я не думаю, что много можно было бы изменить, но кое-что можно было бы подправить, да, к чему-то может отнестись немножко серьезнее, что-то сделать не так, а так все были уверены, ну, знаете как, если Ахметов приехал, он что-то знает, это же, ну, это всеобщее украинское, но опять же, давайте не забываем, в этот же день приехал не только Ахметов, в этот день в городе был президент Украины, тоже вечером, Ахметов улетел, прилетел Зеленский, поэтому, ну, кто, в день вторжения, вот, две такие персоны, в городе, вы Зеленский в этот день, да? Он прилетал, он в аэропорту, была на встрече с журналистами, и вручал награды военным, очередные какие-то знаки, внимание проявлял, да, президент был в Мариуполе, ну, вы знаете, мне все говорили, какая война может быть? Вы о чем? Мы линия фронта, здесь две такие персоны, ну, какая война может быть? Поэтому, это, к готовности, к моральной, к оценке ситуации, конечно, потом, 24-го, был сюрприз для всех, в общем. Для всех. Петр, а с чем, вот скажите, нет, я не так спрошу, вы за это время плакали часто? Ну, ни разу. Все после Победы. У меня есть план по этому поводу, поэтому, знаете, советом на Мариуполе, вернуться домой, в город, и провести, не важно, какое-то там время, оно будет совсем, да, и вот все вот это, это уже на городском пляже, ночью, днем, не важно когда, со слезами и со всем остальным, с празднованием, хотя бы маленьким же Победой, все будет. Такой, такой личный план, скажем так, потому что, ну, Мариуполь, знаете, город такой для мариупольцев, он же не отпускает. Я уезжал из города, уехал, первый раз учиться в Донецк в свое время, еще в далеком 92-м, потом уезжал, в 2010-м, думал не вернуться уже никогда по работе, потом война, возвращаешься, и вот как-то все время возвращаешься, а вот он не отпускает. А сейчас, знаете, первый год в моей жизни за все 47 лет без моря, летом, вот ты его даже не видишь, это тяжело, вам скажут, там любой мариупольец скажет, что не видеть море все лето, это вот на всем морские. Поэтому море, наш Азов, мариуполь, его состояние в каком бы он ни был, в любое время года, поэтому, вот там будут слезы. Сейчас, ну, нет возможности, не уметь. Петр, скажите, пожалуйста, я не сомневаюсь, что на вас с русскими была развернута серьезная охота, потому что, еще раз повторю, то, что вы делаете и продолжаете делать, это неоценимо важно в борьбе с ними, и информационной в том числе, опасно было вот лично для вас и когда и как вы выбирались из города, вот что это было? Я бы сказал, мы же были вместе с мэром, тут правильнее сказать, мы не въехали в город, это абсолютно верно. Я не могу все до конца рассказывать на самом деле, да, где там как и в какой близости от города мы были, потом оттуда выехали, выбрались, потом, когда стал вопрос эвакуации и когда нужно было информационное прикрытие в том числе, опасно, ну, воинам, вообще штука опасна. Знаете, я, семья моя в безопасности, поймать меня за семью нельзя, все, с всем остальным уже будем разбираться, ну, как бы, что бы я слушаю. Охота, ну, думаю, что да, думаю, что что-то есть, потому, угрозы постоянно там поступают, это понятная история, да, и мы прекрасно понимаем, знаете, была такая милая опечатка, несколько недель назад, на официальном телеграм-канале Саблина, и вот он написал, там кто-то из СММщиков опечатался, что должен был написать, что с мэром города Ивашенко, и там появляется с мэром города Андрющенко Петром Павловичем, ну, знаете, такой себе знак, скажем прямо, откуда-то что-то вылезло, то есть, я прекрасно понимаю, да, все, что происходит, все, что происходит, там, связано с нами, с тем, что мы делаем, вот, я прекрасно понимаю, что они понимают, сколько у меня информации, сколько ниточек, да, тянется в город, но, это такая, пока это такая линия фронта, знаете, это единственное, чем мне. Петр, скажите, а пытался кто-то через кого-то выйти, там, типа, подвербовать, что-то предложить? Да, было такое, было такое, всплыло, ну, как-то смешное там было, всплыла одна там, персона из моего прошлого, коллега некий, с таким странным звонком, что давай встретимся, я вижу, причем в Вайбере, да, я знаю, что у него, что он был в Севастополе, достаточно долго жил там, я так подозреваю сейчас, квартира у него на Песчанке, у нас в районе Песчаного пляжа, Вайбер хорошая штука, терпеть его не могу, но тем не менее, ты видишь, что изменен номер на плюс 7, да, украинский, такой звонок, давай встретимся, ты ж мариуполь, давай встретимся, я говорю, давай встретимся, где, ну, ты же где-то тут, я говорю, где-то тут, давай в Запорожье встретимся легко, думаю, ну, такой звонок, я бы вместе с издушниками встретился, ну, потом была вторая попытка такого же звонка, ну, понятно было, а потом отстали, ну, собственно, знаете, с публичной позицией, все эти 8 лет, понятно, что вербовать дело, оно такое себе, еще кто кого-то там навербует, на самом деле, я думаю, там ситуации были другие, я знаю, что всех наших близких знакомых, кто есть в Мариуполе, этих ищут, для того, чтобы найти вот слабое зимно, чтобы надавить, то есть, ну, прошу, ну, пусть ищут, там никого нет уже давно, поэтому все последние близкие люди выехали, там, 13-16 марта, поэтому пусть ищут до бесконечности, тут тоже не доберутся, поэтому, ну, вот как-то так. Петр, вот хочу последний вопрос задать, ну, наверное, давайте так, предпоследний, потому что это тяжелый, все говорят о Буче, все говорят о Бурпене, о Ворзеле, то есть, о Киевской области, там, откуда русских тварей, русских фашистов мы выгнали, мы увидели тот ужас, те издевательства, те пытки, которые они совершили над мирным украинским населением, Мариуполь, вот с кем я не говорю, все в один голос считают, что когда мы освободим Мариуполь, то, что мы увидим, вот с этой точки зрения, это будет вообще в разы ужаснее, что вы об этом знаете, и вот вы сейчас сказали о том, что не все там фильтрацию, кто остался, даже прошли, вот что там происходит, с точки зрения вот этой вот, животной их, ну, даже не животной, это какой-то, ну, твариной, уродской просто их жажды крови, когда они, ну, вот мы же даже слышим перехваты СБУ постоянные, да, когда они общаются со своими мамами, со своими женами, и рассказывают, какие новые виды пыток они испробовали на украинцах, и те их поддерживают, их мамы и жены, вот в этом ключе, что там происходит и происходило? Знаете, тут, наверное, хочется, конечно, знаете, намаза черным, ну, маза черным не буду, странно, но вот, вот этого всего из Бучи, из Арпеня, вот, Мариуполь прямо, да, все эти изнасилования, пытки, и все то, что касается мирного населения, в момент оккупации, в Мариуполе практически этого нет, здесь есть другое, здесь есть фильтрация, здесь есть люди фильтрационных, ну, давайте я говорить прямо, в концлагерях, которые сидят, вот там, вот это все и есть, там творится ужас, но мы его не увидим, пока мы не освободим Еленовку, и не зайдем в эти тюрьмы, да, а в самом Мариуполе, русские стараются поддерживать вот эту видимость, знаете, мы хорошие русские, там прорываются ДНРовцы со своим этим быдлостаном, собственно, вы 8 лет тут, мы вас ненавидим, ну, и опять же, вот, мы увидим разрушение, мы увидим могилы, а вот такого, ну, честно, не скажу, что такого нет, безусловно, какие-то проявления нет, но они не сопоставимы, собственно, да, с тем, что было в Буче, но опять же, после того, как ты уволил 22 тысячи мирных людей, собственно, куда уже дальше больше, там, ну, это же не люди, там, ну, и русские идут там другими, там четкий план, знаете, население загоняют в маргинез, это страшно, но это факт, и загоняют очень успешно, есть вещи, о которых мало говорят, что 2 третьих Мариуполя на улице, понимаете, ну, в состоянии алкогольного опьянения в любом возрасте, сейчас? Да, что там водка и пиво по цене водой, и, ну, продают все, собственно, люди просто маргинализируют, чем ты больше маргинализируешь человека, тебя же, ну, легче им управлять, мы что-то прекрасно понимаем, вот такая ситуация, вот, вот такие реалии, собственно, города, поэтому оттуда и нету таких, там, массовых, ой, тут плохо, ой, тут бунты, ой, тут, ну, потому что, вот, потому что, ну, так правильно, потому что в России так они и живут, для них это нормально, они же бухают с утра там все, что маленький, что большой, а потом вот это вот все происходит. как убить, как убить гражданина, да, ну, гражданина можно там убить, так как убивали в Бучичи путем насилия, собственно, а можно споить, да, как там, не знаю, там, американский коренной народ, со свое время побеждали, вот, вот, вот нас побеждают, как коренной народ, к сожалению, такой факт есть, и поэтому, ну, когда мы освободим город, мне, честно, страшно думать, что мы увидим, у меня, например, совершенно другие, понимание о рисках и понимание о том, о чем надо поднимать социальный диалог, например, там, внутри страны уже сегодня, потому что, а что мы будем делать с этими людьми, которые там, их в информационном пузыре, как бы мы отсюда не пытались там лупить эту скалу информационную, да, на какие провокации не тесть, чтобы они хотя бы антифейками показывали, что мы там думаем и что мы пишем, ну, мы настолько эффективно ее не пробьем, ну, просто технически, пройдет полгода, полгода, ну, наверняка, покупаться на Рюкаль будет больше, и людей и так там убеждают, достаточно эффективно убедили даже тех, кто проукраинские, там, тень сомнения, да, у них нет сомнения в любви к стране, в том, что нужно где оккупировать город, но вот эта вина, возложить вину на военно-политическое руководство страны, знаете, вот эти там, русские нарративы, то надо было город просто сдать, тогда они разрушили, вот как Мелитополь, Либердянск, там вообще вот виноваты, там, Зеленский, Боченко, и же с ними, знаете, вести в сторону, что виноват там русские, Путин и все это такое прочее, и это же бомбардируется там на каждом уровне. Не, так понятно, но если они на всех каналах это скармливают, если отключили все украинское, само собой, мозги промываются, но потом все обратно, отключается, это говнометы эти, ну а как? Ну да, это так кажется, а знаете, тут я постоянно об этом говорю, мы сейчас вот очень эффективно, как страна, на уровне контрпропаганды, ну вот честно, мы посмотрели, как это работает у русских, на все наши возможности, мы запустили и в мире контрпропаганды, значит там мега успешно, с учетом наших условных возможностей и бюджета, да, понятно, что на нашей стороне, правда, нам легче, но тем не менее, правда, мы прекрасно, по-моему, с точки зрения медийности, такой себе, есть момент, с которым мы не работаем, глобально мы не работаем, как страна, наверное, рук не хватает, вот, и почему мы с этим работаем в Мариуполе, когда мы говорим, мы отключим все эти брехаловки, мы сразу понимаем, что, ну, я понимаю, что вы не видите всего, потому что чаты ОСББ мы тоже отключим, чаты родительских комитетов, квартальных, и так далее. Нет, когда в мозгах будет меняться, как это, содержимое, то и в чатах, в родительских и ОСББ будет меняться содержимое тоже, это же процесс, который идет по ступенькам. Вот видите, вы думаете, процесс идет по ступенькам, на самом деле, на сегодняшний день, объективно, в Мариуполе, 90% всех бытовых чатов, которые существуют, или могут существовать, на уровне обыкновенного потребителя, обывателя, на уровне обыкновенного человека, они непосредственно администрируются, или контролируются, фактически, и фейсбэк. То есть, там все снизу вверх идет четко. Там все месседжи, которые сегодня говорит условно, там, Путин, за ним повторяет, там, какая-нибудь, да, там, я не знаю, там, ОРТ, или кто там, их вести, или Соловьев, потом пониже, доносится до самого низа, с разными посылами. Вот, знаете, классика жанра, как было это при Брексите, как это было, я не знаю, при Трампе, вот, разжеванное, на уровень, там, самого маргинала, опускается в самый низ, и возвращается потом назад, в самый верх. С этим очень тяжело работать, на самом деле, и, ну, там, в государственном уровне вообще с этим не работаем. Поэтому мы в Мариуполе, когда я говорю, там, о наших информационных войнах, да, это же не только, это еще, там, целая команда людей, которые я не хочу назвать, по понятным причинам. Мы работаем, в том числе, и с этим Мечатом, это один город, из всей зоны, собственно, я уверен, что такая же самая история, там, не знаю, Бердянске, Херсоне, или Томпе. Ну, схема одна, она рабочая, они ее применяют везде. Петр, последний вопрос. Чем интересен? Последний вопрос. Самый важный, самый, самый для всех актуальный. Все мы хотим знать, когда мы победим, когда закончится война. Вот, ваше мнение, ваши ощущения, когда, когда наш день победы? Тогда, когда он будет. Ну, если говорить, знаете, я же, ну, не эксперт глубокий, да, я думаю, так осторожно скажу, я думаю, что надо настраиваться где-то на весну, в общем-то, так, чтобы вот, уверенно, я бы не настраивался раньше, мы все время тоже, ну, все в информационном поле, мы друг друга, вот, ложными, какими-то, ну, понятно, мы все хотим победу завтра, да, но мы понимаем, что, то, то, что видно, меняется тактика войны с нашей стороны, понятно, что мы хотим меньше жертв, я думаю, что это удлиняет срок войны, я надеюсь, что это укорачивает количество наших мужчин и женщин, которые сейчас непосредственно на линии фронта, наших гражданских, которые от этого страждают военных, против всех, в общем, но я бы, вот, настраивался на, на немножко подольше, и, конечно, с одной стороны, хорошо, что у нас страна живет еще мирными рельсами, мирными ощущениями, но, надо, вот, просто надо помнить, что война идет, каждый день, потому что, и планы не застроить другие, чтобы не обманываться, знаете, уроки Мариуполя, просто все должны вынести уроки Мариуполя, три дня и Мариуполь, под Мариуполем уже русские, еще два дня и Мариуполь полностью заблокирована, то есть, за пять дней, там, грубо говоря, до того, все были уверены, это невозможно, сейчас, когда мы говорим о таком же, вот, надо помнить, что с русскими, возможно, все, что война еще идет, мы обязательно победим, но мы должны все просто, вот, впахиваться за победу, каждый день, каждый день на своем месте должен работать, каждый человек, конечно. И тогда мы точно победим, если мы начнем сочковать, если мы начнем уморачиваться, знаете, если мы начнем играть в свои любимые игры, а давайте поговорим о политике, а давайте, извиняюсь, устроим срач, а давайте разберемся, кто больше патриота, кто там герой, а кто не герой, а вот что, каждая еще, вот это будет никуда, у нас, знаете, в Мариуполе сейчас там разное происходит, именно в Мариупольской спельноте, но я вам скажу, что там, где те, кто на пике борьбы Мариуполя, как гражданского Мариуполя, гражданского актива, я и власть сюда кидаю, и гражданских активов, и волонтеров, во всем этом взаимодействии, сложного конструкции, сложные, непонятные до конца всем, но вот это вот внутреннее табу и гашение срачей, вот этих, да, сейчас разбираться там, кто прав, кто виноват, оно обеспечивает эффективность, как только все, ну, наступает все равно овер, вот это вот, да, момент овер, и все там, кто-то срывается психически, там, возникает какая-то вспышка, и это контрпродуктивно, если, ну, вот, она гасится, и вместе пошли дальше, вот это, знаете, после войны разберемся, после победы будем разбираться, вообще кто хороший, кто плохой, кто прав, кто виноват, я, конечно, уверен, что в итоге после победы мы просто все сядем, поплачем, я не знаю, поругаемся, помиримся, и будем строить совершенно другую, город, совершенно другую страну, все вместе, вот, все покаемся друг другу, а ошибок-то все наделаем, к тому времени, и наделали, вот, но сейчас вот действительно не время, сейчас надо помнить, не надо гоняться за ведьмами, ну, должны работать кафе, да, например, должны работать ночные клубы, наши ребята на передовой ставят для того, чтобы это работало, а не для того, чтобы мы все сидели по бункерам, это важно, на самом деле, ну, и экономика, в конце концов, должна работать, а как, если все остановится, ну, вот это вот, должны впахиваться, знаете, ну, я не знаю, должны мужчин, разумно подойти к выпуску мужчин, опять же, я так говорю, с мариупольской точки зрения, да, у нас моряков куча, мариупольская, он, они сидят здесь, ну, он может хорошо рыть о попах, а еще он может хорошо приносить стране валютную выручку с уровнем его заработных плат, например, да, вот давайте решим, что нам сейчас на этот короткий период времени важнее, не в каждом конкретном случае, а ну, вот в целом, там, не просто какой-то выезд мужчин за границу, давайте определим, там, по контракту человек едет, да, там, под гарантией, пусть под залог едет, я не знаю, ну, или решим, или если он не едет туда, то давайте ему скажем здесь, скажем, ну, я не знаю, дружище, ты знаешь прекрасно, как работает там, marine traffic, да, знаешь, как работает флот, вот запускается мариупольский флот, вот и нам нужен там консультантам, как нам сделать так, чтобы у русских не было флота, ну, к примеру, да, там, вот что мы можем сделать, то есть всему можно найти, на самом деле, применение весьма неожиданное, весьма нелинейное, в общем-то, но все должны, как минимум, жить в состоянии понимания, а не вот этих, не знаю, русские очень удачно разгоняют нашу историю с раздачей повестки в Закарпатской области, да, у меня нет ответа на этот вопрос, что это, насколько это правильно или неправильно, вернее, он есть, я понимаю, что кто-то там в Закарпатской области в военкомате упрощает себе задачу, обеспечивает для этим хорошую работу пропаганды, да, то есть, ну, зачем это делать, непонятно, в конечном, это ущерба больше, чем польза, в принципе, вот, но, но это же опять состояние непонимания, да, вот состояние непонимания для всех, состояние непонимания, вот, а как быть с мобилизацией, с людьми, которые выезжают из Мариуполя, нам сразу, или они должны быть мобилизованы, не сразу мобилизованы, понятно, удобнее сказать, что, ну, у них такое же отношение, как у граждан, ну, как у всех, да, то есть, ну, я не знаю, не обязательно из Мариуполя, из Попасной, из Северодонецка, может, нам надо понимать, вот, что человек должен психологически восстановиться, если он сам добровольцем не пошел, надо ему сказать, тебе там полгода на восстановление, привести тебе в голову порядок, мы тебя не трогаем, живи спокойно, за полгода он точно принесет какую-то, может, он бизнес какой-то запустит, жене осталось и пошел на фронт, ну, вопрос сложных вот этих конструкций и решений, он, к сожалению, будет нас преследовать, и нам всем вместе надо этот вопрос решать, все вместе получится, потому что там вверху, да, там в кабине, я не знаю, в офисе президента, в Минобороны, в Минштабе, ну, им точно не до того, причем в хорошем смысле слова, не до того, ну, у нас там зато, я извиняю, сколько там живых осталось без денег в Верховной Раде, да, которые, ну, возьмите на себя, есть эффективные депутаты, там, не знаю, вот наш мариуполец, Ярослав Железняк, мы очень плотно сотрудничаем, да, он в голосе, не знаю, можете вырезать как рекламу политическую, но самое важное, нет, он мариуполец, вообще нет, до чего? Он мариуполец, из Мариуполя, и нет другого депутата, кто бы столько не помог Мариуполю в решении, вот, знаете, вот, переставлять ножки, в лоббизме, в каком-то, вот, в правильном решении, и его не надо просить, он сам спрашивает зачастую, а есть два депутата, один из них бывший уже, вообще мариупольских, да, один из них там устроил, недавно тур дренаж, ему там было не слышно, пять месяцев войны, а тут ему срочно было поднять вопрос, на что же мы учителям, на оккупированную территорию, не выплачиваем зарплату, ну, я задал ему вопрос, так, может, мы Ивашенко начнем выплачивать зарплату, что же там для мариупольцев что-то делать, в конечном итоге, но кто там самый его, вот понимаете, да, о чем я говорю, вот он депутат, но они, и он не один там такой, вот пусть они занимаются этими вопросами, я скажу, что есть контакты власти, офиса военных, есть контакты, я имею в виду, муниципальные власти, через нашу военную областную администрацию, вообще прекрасно, при том, что до войны, ну, всякие были взаимоотношения, а сейчас все отлично вообще, просто действительно, нам повезло с нашим главой военной администрации, 100%, поэтому Донецкая область держится, в том числе, поэтому, потому что с первого дня военные укрепления делаются, такие как НАНО, и ВКонтакте, вот, ну, проецирование ситуации, на опыте Мариуполя, не только периоды блокады, вот, то, что мы делаем сейчас, гражданское, слава богу, есть такие контакты по всей линии, разной степени успешности, но они и есть, люди, которые тоже могли бы вмешаться, да, но они все-таки политики, местами, в худшем смысле этого слова, некоторые строятся политиками, строятся политиками, надеюсь, что после победы, у нас кардинально изменится, там, ну, уверен, в этом, потому что политика, недалекое для меня, в гражданской жизни, занятие, поэтому, ну, я уверен, что она изменится кардинально, примерно, представляю себе, как она может там устраиваться, слава богу, нам не сделать всем ошибку, да, вот этот весь старый мусор вынести, в конце концов, из верховной раны, оценить, что каждый из депутатов, что сделал в период войны, да, поэтому, кто как помог, спасибо вам большое, за это интервью, все будет, все будет Украина, слава Украине, мы переможем. Так и будет. Спасибо. Всех вам. На все добре.